В рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере главным следственным управлением Следственного комитета России задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, а также Андрей Икрамов и их соучастники. Сегодня будет решаться вопрос об избрании и меры пресечения. Следователи совместно с Управлением собственной безопасности ФСБ России провели 15 обысков на Сахалине в Москве и Московской области. В московской квартире на даче и в резиденции Хорошавина изъяты крупные суммы денежных средств в рублях и в иностранной валюте, а также большое количество ювелирных украшений, дорогостоящих наручных часов и телефонов. Обыски продолжаются и в настоящее время. Следственно-оперативная работа охватывает значительный промежуток времени и поэтому я разъясняю сахалинским чиновникам и предпринимателям, что по закону лицо, которое добровольно заявило о даче взятки, освобождается от уголовной ответственности и крупного штрафа. Вообще же сам факт возбуждения уголовного дела в отношении чиновника столь высокого уровня подтверждает решительность государства в борьбе с коррупцией. Один из главных принципов, который неприкасаемых не было и не будет. Поэтому не лишнее было бы сегодня напомнить чиновникам самого разного уровня, которые до сих пор путают свою личную шерсть с государственной, остановитесь пока не поздно. Иначе вас ждет участь Дудки, бывшего губернатора Тульской области, мэров Ставрополя, Бестужева и Астрахани Столярова, а также других чиновников, получивших разные сроки лишения свободы по приговорам судов. Что же касается губернатора Хорошавина и его соучастников, то степень их вины и меру ответственности тоже решит только суд, но и замалчивать или скрывать такие факты о расследовании не в наших правилах.